привет youtube чик привет youtube сообщества гости подписчики канала спасибо что не забываете сегодня для вас будет небольшое новое видео о печке у нас как бы пришла приходит зима а зимой я всегда делаю новую печку этот год не стал исключением поэтому сейчас покажу вам свою новую печку вот собственно и она вот так она выглядит сейчас подробно расскажу из чего я сделал вот в этом году заморочился с эстетической составляющей сделал окошко поэтому это не только печка а теперь еще можно сказать камин вот вот так она сбоку у нас выглядит обратите внимание где у нас выхлоп выхлоп не как обычно у всех печек у буржуек сверху выхлоп у нас в середине печки это важный момент потом как бы объясню что и почему использовалась колочка для изготовления печки вот так она горит я я только что запустил только что поджог температура еще небольшая буквально сколько тут около 40 градусов ну вот минутку подождем посмотрим а пока она будет нагреваться я вам вкратце расскажу в принцип действия этой печи принцип действия нашей печи довольно прост это печь ближе к подовым печам то есть у нас нету полностью отсутствует колосник и печи у нас слой золы и только через воздуховод подается это квадратная труба 80 на 80 через нее подается воздух здесь мы на валку складываем дрова через дверцу и зажигаем они лежат у нас не на колоснике за счет этого получается печка более экономной дольше лежат угли отдают тепло и не так быстро горит топливо вот топливо она сгорает попадает через трубу в верхнюю половину печки вот она разделена здесь это у нас теплосъемный колпак и в колпаке горячие газы проходят туда и сюда через колпак колпак и через воздушные трубы отдает тепло помещение вот они со всех сторон это труба 20 на 40 профильная ну вот отдают тепло помещению и только после этого частично охладившись уже уходят в дымоход температура дымохода не подымалась у меня больше 100 градусов на предыдущей печке если сильно кочегарить было и 200 то есть колпак все-таки очень много забирают тепла и отдает помещение все-таки весьма полезная штука вот печка сделана из двух колб от 80 литровых бойлеров один из них итальянский один китайский вот все уже знают знакомые что я работаю с металлом постоянно что-то там делаю изобретаю поэтому мне просто позвонили приехали сказали возьми там возьми тут ну и вот мне они достались бесплатно если вы захотите делать такую печку на любом пункте приема металлолома я думаю у вас будет богатейший выбор вот какой момент стенка 2 на колбах 2 миллиметра и многие думают что из-за этого печка может сгореть быстро прогорит ну как бы не бойтесь на самом максимальном режиме температура у меня никогда не подымалась больше 200 градусов абсолютно возможно можно больше отопить но в этом нет никакого абсолютно смысла вот и при такой температуре я думаю она будет жить у вас из этих колбах достаточно долго ну и у меня тоже вот почему я сделал такие выводы потому что у меня буквально рядом в гаражах есть сто ребята из вот такого вот бойлера сделали самую обычную буржуйку варили дымоход и топят они его конечно ужасно он у них бывает и малиновый и белый туда летит все что горит включая там даже обрезки резины там колеса и ну ужас и в этом режиме он у них выжил 4 года то есть при таком издевательстве 4 года я считаю это очень много если не издеваться над ним я думаю что будет будет намного больше чем 4 года вот поэтому вот так ну поддувала понятно у нас дверцы да то есть можно когда печка выходит в режим регулировать интенсивность горения за счет дверцы ну и пока у меня идут испытания в будущем я планирую отвести на песок покрасить это уже скорее всего будет делаться весной по результату по результатам которые они покажут ну на сегодняшний день результаты меня уже впечатляют то есть если два часа плотно топить эту печку у меня в гараже температура была плюс 26 ну это больше больше чем достаточно на улице было 0 минус 1 ну вот вот такой термометр это термометр китайский для духовки для самой обычной был куплен там буквально по цене одного доллара на распродаже использован понятно что он не передает там как бы точность большую ну в принципе для наших задач его с головой хватает вот вот буквально за три минуты температура у нас уже подходит к сотне на колпаке напоминаю на колпаке она всегда ниже чем в топке то есть топки уже я думаю 200 250 вот ну и уже ощутимо чувствуется идет от печки тепло поэтому вот такую печку можете сделать и вы дарю вам идею вот немножечко времени заморочиться получится весьма симпатичная вещица и так кому понравилась песечка не забываем поставить палец это тут под видео и подписаться на канал так как будет еще все таки много интересного спасибо что смотрели оставайтесь на канале подписывайтесь до новых видео